Друзья, приветствую вас на канале Никс Танкс, и сегодня произойдет первый межгалактический батл моделистов. Надеюсь, я не преувеличиваю. Так, с одной стороны у нас будет моделист-бумажник Адептус Пейпекрафтус, и он впервые попробует себя в бумажных модельках от Woa Thunder. Я же, в свою очередь, впервые примусь к Вархаммеру. Главная суть батла заключается не в том, чтобы помериться длиной орудий главного калибра, но несколько в другом. Чтобы попробовать себя в неизвестной стихии. Наша главная задача – это справиться с новыми трудностями и сделать интересной для вас, дорогие зрители, модели. Следить за челленджем Адептуса вы сможете на его канале, оставлю ссылочки в описании. Он решил построить себе КВ-220. Не самая простая, но зато зрелищная моделька. А я решил взять себе Литуна. Ужас, спускающийся с небес. Валькирию. Скажу сразу, я полный нуб в Вархаммере. То, что я знаю наверняка, это то, что Валькирия летает. Уже неплохо. Итак, пять белых листов, пропитанных цапон лаком. Что мне это даст? Это позволит безнаказанно красить бумагу. Я надеюсь. Начну с корпуса Литуна. Все клапана срезаю. Ну вот, основные детали фюзеляжа вырезаны. Попробуем их изогнуть. Линии изгиба делаем неглубокими надрезами по маркированной линии. Дальше все просто. Дело не сдвинется, пока не укрепим каждую плоскость Литуна. Прочным картоном. Нам ведь не нужна желейка. Для вырезания точных картонных секций, использую уже вырезанные детали как шаблон. Ну что ж, я уже подклеил большинство панелей грузового модуля. И если насухо его собрать, то он так выглядит. Есть теоретическая возможность сделать рабочими двери грузового модуля. Пока отложим эту часть корпуса. И тем временем я склею сверху такую штуковину. Эта деталь также укрепляется картоном. Останется на щелчок склеить суперклеем очень просто. Впервые вижу свои склеенные бумажные детали в исключительно белом, не крашеном цвете. Дальше поработаем над хвостовым оперением. Я уже вырезал все детали. Здесь у нас две балки, различные детали, рули высоты, рули направления, стабилизаторы и прочее. Первым делом склею детали, состоящие из половинок. Модель имеет одну крайне любопытную особенность. Например, берем детали с рулями высоты. Они были склеены из двух половинок, как я показывал ранее. Таким образом, у нас есть рисунок с двух сторон. Но зачем нам рисунок, если мы и так все закрасим в итоге? А нет, в наборе есть отдельные детали, которые клеятся поверх этого рисунка. Таким образом, у нас появляются трехмерные стыки и щели. Проще говоря, на модели появится расшивка. А это даст крутой бонус при покраске модели. Наличие линии расшивки на бумажной модели уже неплохо. К сожалению, далеко не весь корабль усеян такими дополнительными рельефными накладками. Но я решил пойти немного дальше в процессе детализации и сделать рабочими рули высоты. Использую штатные бумажные детали, кусок проволоки и жесть из пивной банки. Сперва отрезаю штатные элементы, потом еще укорачиваю их немного для того, чтобы освободить место для проволочки. Наша деталь утолщается штатной панелью из набора. Под проволоку выбираем небольшие канавки. Получившийся зубчик вклеиваем проволоку. Дальше заготовим металлические петли из кусочков жести, чтобы наши рули не выскакивали из канавок. Сами петельки формую на кончике пинцета с помощью круглогубцев. Результатом является вот такая механизация рулей высоты. Единственный недостаток, что они немного живут своей жизнью. Практически в то же самое время я, только в параллельной вселенной, склеил хвостовые балки. Вот одна собранная, а вторая еще нет. Как видно, я усилил их картоном. Между нашими балочками будет вклеиваться руль высоты. Таким образом у нас получается схема хвостового оперения, как у немецкого самолета-разведчика Focke-Wulf 189, известного как Рама. А еще из этих балок могла бы получиться большая бумажная прищепка. Оставим хвост и махнемся крыльям. Они состоят из четырех деталей, соединяющихся попарно. Они будут приклеиваться по бортам нашего грузового модуля. Плюсом идут некоторые детали, панели, накладки. Хорошо, половинки вырезаны. Но прежде чем я по инструкции уплотню их картоном и попарно соединю, хочу добавить немного отсебятины. Выбью пробойником эти кружки. Выбив кружки, из запасных распечаток можно будет вырезать утраченные детали. Таким образом мы вернем все как было, при этом добавив немного рельефа. Решил пойти дальше. Снять панель на крыле, при этом оставив крепежа под заклепки. В дальнейшем в этой открытой нише можно будет вклеить интересные элементы деталировки. Провозившись много временем с вырезанием крыльев, уплотняющих кусков картона, я наконец-то начал укреплять сами крылья и стыковать их между собой. Крылья должны иметь изгиб около 45 градусов. Будет видно точно в процессе установки элементов шасси. Для того, чтобы половинки крыльев ровно сошлись, нижнюю часть лучше разрезать на два куска по линии изгиба и монтировать отдельно, подгоняя под верхнюю часть крыла. Таким образом мы получим единую внешнюю грань крыла без всяких ступенек и зубчиков. Ясное дело, без шпаклевки здесь все равно не обойтись. Последнее, о чем я позабочусь в этой серии, это кабина пилота и стрелка. Здесь у нас деталь нижней носовой части летуна с нарисованной пастью и верхняя с остеклением. В целом, эта часть машины особенно схожа с вертолетом Ми-24. Вот развертка кабины, здесь же некоторые детали и ее внутренностей. По набору здесь можно вклеить приборные панели и кресла. Но вначале склеим кабину. Вот наши основные детали, носовая часть и сам кокпит. В кокпит я уже вклеил одну деталь, предположительно педальный узел. Сначала вклеиваем кокпит в носовую часть, а уже потом позаботимся о деталировке. Давайте посмотрим, что получилось сделать за эту серию. Вот наша махина. Она вальяжно располагается на коврике А3 формата. И теперь впервые можно оценить, на что будет похож лик этого транспортника-штурмовика. Я все слепил насухо на скотч, поскольку здесь еще есть нерешенные нюансы. Например, стоит ли делать открывающимся транспортный отсек. Соответственно, имитировать внутрянку в нем. Хвостовые балки будут крепиться не сверху корпуса, а по его бортам. Здесь будут располагаться две турбины. Вот такие дела. Пишите, что думаете по поводу Валькирии. А я с вами прощаюсь. Успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok